Лишний вес, голодание, экадыши. Тема сегодняшнего прямого эфира. С вами Наиля Берарова. И поехали. Как вы видите, у меня новая масочка. Сегодня мне одобрили 8 новых масочек. В этом мне помогла Сонечка Нестеренко. Она сегодня весь день мне помогала их загружать. Спасибо огромное. Так что у меня их теперь 14... Нет, 17. 17 новых масочек. Пользуйтесь. Они все у вас появятся в сториз. Вот в этой ленте, где есть выбор масок. Сегодня будем говорить про экадыши, про голодание, про лишний вес. Я очень обеспокоена этой темой, потому что мне девочки пишут в директе, как я голодаю, что такое экадыши, почему экадыши. И вот эти вот все непонятные вопросы. И одна девочка мне написала, что она... Я уберу маску, чтобы она нас не отвлекала. Что она пробовала соблюдать субботу и служить Сатурну, но у нее не получается. И она из-за этого злилась на себя. Так вот, главная миссия всех... Всех... Движений над своим телом Это движение к плюсу, а не движение в минус. То есть, если мы что-то делаем, это вызывает раздражение, чувство вины, негодование. Значит, это делать не надо. И мы тем самым себе вредим. Плюс ко всему, если вы заходите в голодание неподготовленные, то это тоже всегда в минус. Поэтому сегодня мы разберемся с этой темой. Каким образом это влияет на лишний вес? Влияет ли вообще? Что такое экадыши? Кому можно голодать, кому нет? К чему это ведет? И для чего вообще эта вся трансформация? Итак, что такое экадыши? Экадыши – это в лунном календаре пост, который соблюдается на 11-й лунный день. Экада – это 11-й, даши – это день. Экадыши – 11-й лунный день. Он наступает либо после новолуния на 11-й лунный день, либо после полнолуния на 11-й лунный день. Почему именно этот день? Все вы знаете, что мы подвержены влиянию луны, потому что мы на 80% состоим из воды. Особенно девочки. Наши женские циклы подвержены лунным циклам. Мы также имеем свой лунный цикл и лунный календарь. И когда мы соблюдаем вот эти дни экадыши, мы по факту гармонизируем свою луну. Это в первую очередь. То есть мы гармонизируем свою женственность, свое материнское. И обратите внимание, нас эмоционально кроет именно в новолунии и полнолунии. То есть у нас эмоционально нас перекрывает именно вот в эти дни. Если мы соблюдаем в эти дни пост, то мы тем самым гармонизируем негативное влияние луны на нашу эмоциональную систему. Даже не спросила, как меня слышно, как меня видно. Слышно ли меня? А то создается впечатление, что я говорю для себя и в себя. Вообще, наверное, все знают, что в каждой религии есть вот эти посты. В каждой религии есть... У мусульман есть Рамадан. У нас тоже есть посты, которые длятся 25 часов. Но Экадаши, по факту, проходят около 36 часов. Почему? Потому что мы заходим в этот пост вечером в ночь. Следующий весь день соблюдаем. И еще ночь спим. Получается не 24 часа, а почти 36. Как мы заходим в этот пост? Желательно на ночь не наедаться. То есть не делать так, что «Ой, я завтра не буду есть, надо сегодня съесть весь холодильник». Нет. Это даст, наоборот, дополнительное отяжеление. Еще. Поскольку пищеварительная система работает, в дни Экадаши вся наша энергия сконцентрирована не на теле, а на внешних обстоятельствах, на внешней атрибутике. Здравствуйте, дорогие! И я вас всех приветствую. Добро пожаловать на прямой эфир. На связи Наиля Берарова. И сегодня мы говорим про голодание. Если кто-то хочет ко мне на разбор онлайн, на консультацию, мы можем с вами провести демо-версию. Можете писать свои вопросы, либо написать «хочу разбор психолога», я вас добавлю в эфир. И мы можем попробовать разобрать именно ваш вопрос. Делаем расклад и посмотрим, в какой стороне, в какую сторону вам хорошо бы двигаться и над чем поработать. Машине нужен техосмотр. Любому механическому, техническому аппарату нужен ремонт. Нашему организму необходима санобработка, очищение. И Экадаши – это и есть та самая техобработка, очищение. Но если мы делаем это неподготовленно, то мы вредим себе. Смотрите, на ментальном уровне мы не тратим энергию на переработку пищи. То есть у нас вся энергия сфокусирована не на теле, а на нашем духовном аспекте. Это делается для того, чтобы повысить уровень осознанности. Вы знаете, да, осознанность – это яснознание, яснознание. Когда у вас пребывает в голове ясность, ясность. И благодаря вот этим субботним лунным, не субботним, а одиннадцатым лунным дням, мы можем вот эту ясность в голове себе прибавить с помощью голодания. Но когда я говорила с Брахманом, с моим духовным учителем, который является наставником, он живет в Индии, он сказал, что для женщины не обязательно соблюдать строгую аскезу. То есть женщина может позволить себе пить и есть легкую пищу, фрукты, овощи, бульоны. То есть не обязательно сидеть на сухом голодании, потому что я, например, лично не выдерживаю сухое голодание даже без воды, мне сложно. Плюс иногда я даже грешу фруктами на ночь, то есть я вот весь день голодаю, пью, я очень много пью, прям изобильное питье, но к вечеру я могу позволить себе дыньку или вишеньку, особенно сейчас, когда такое обилие фруктов, я могу себе позволить. Привет, девочки, привет! И поскольку под влиянием Луны мы совершаем какие-то эмоциональные поступки, вот эти 11-е лунные дни соблюдать очень важно. Теперь как понять, в какой день у нас Экадыши? Мы либо закачиваем приложение, оно называется, по-моему, Навамша, есть приложение, которое так и называется Экадыши. И нет, можно любую жидко, сейчас расскажу, что пить. И оно бывает в основном 2-3 раза в месяц. 2-3 раза в месяц. Плюс ко всему я еще соблюдаю субботы. Почему? Потому что суббота находится под влиянием восточной психологии, астрологии, под влиянием планеты Сатурн. Сатурн – это такой дед-мудрец, который нас бьет по карме. То есть, если мы где-то урок не проходим, мы обижаем Сатурн, и он на нас может оказывать очень сильное негативное влияние. То есть, помимо Экадыши, я себе еще и добавила Сатурн. Но я этим голоданием занимаюсь уже, наверное, больше 3-х лет. Поэтому для меня это привычно. Если вы это делаете первый раз, или просто хотите попробовать, не давайте себе жестких рамок ограничений. Пробуйте по чуть-чуть. Например, попробуйте до 2-х часов дня. Как вы себя будете ощущать вообще? Какие у вас потребности в организме будут? В следующий раз попробуйте до 3-х, потом попробуйте до вечера, потом попробуйте до 9-ти. Может быть, вы выдержите и всю ночь. Но что это дает? Это рвет шаблоны наших страхов, что вдруг я останусь голодной, я же умру от голода. А получается, что нет, вроде не умерла, вроде жива и здорова, и все в порядке. «Сложность держаться без еды один день, если постоянно ешь». Это установка. Это установка. Эту установку нужно поменять на «мне легко держаться без еды». «Мне легко держаться без еды». Почему? Потому что, когда мы сбрасываем лишнее, сейчас внимание, нам проще набрать высоту. То есть, когда мы сбрасываем лишнее, нам проще набрать высоту. И вот эти дни питьевого голодания дают нам набрать высоту. Если какой-то вопрос не разрешается, или если в какой-то сфере, в каком-то аспекте жизни есть блок, зажим, напряжение, спазм, то с помощью вот этих дней голодания мы даем этой энергии течь в эту сторону. И мы даже можем сделать посвящение, прям с утра сказать, я выполняю сегодня это ограничение во имя того, чтобы мой лишний вес покинул меня раз и навсегда в моем теле, и моя фигура стала идеальной размера «М», и чтобы меня это радовало. И ваши установки в голове тоже начнут ломаться. Ограничивающие установки. Вы поймете, что у меня вообще самый первый день, вот когда я самый первый раз голодала, я голодала, это было сухое голодание, без воды, без питья, вообще без ничего. Это было очень тяжело, у меня прям даже голова от этого раскалывалась. Потом мне сказал мой учитель, что можно добавлять отвары, напитки, свежевыжатые соки, бульоны, йогурты. То есть мы можем себя баловать, девочки могут себя баловать какими-то излишествами. И это производит очень хороший ментальный эффект на уровне мозга. То есть у мозга рвутся нейронные связи. Он не понимает. То есть раньше ему нужно было для поддержания своих жизненных сил пожрать прям, а сейчас ему нужно наоборот опустошиться. И у мозга рвутся нейронные связи. И вот этот шаблон, что я умру от голода, мне надо постоянно есть, постоянно запичкивать свой живот едой, он понимает, что оказывается нет, я не ем, и мне очень легко. Я чувствую облегчение, я чувствую освобождение. И на самом деле в эти дни не нужно быть в заточении дома возле холодильника. Нужно чем-то активно заниматься, чтобы ваше внимание, фокус внимания, был не в теле, а вовне. Очень важно в эти дни употреблять духовную пищу. Очень важно. То есть обязательно. Это какие-то мантры, молитвы. Кто умеет медитировать, медитации. Это духовные практики. Это работа со своими убеждениями. Это детокс пространства, детокс телефона, детокс мыслей, детокс эмоций. И вот это очищение, санобработка приведет вас к гармонизации в вашей жизни. Потому что спокойствие, к которому мы все хотим прийти, спокойными быть, оно не достигается вот в этой суете мирской. Особенно, когда мы слишком много едим, у нас немножко энергия теряется на переработку пищи. А здесь получается весь день по факту переваривать нечего. Что я пью в эти дни? Честно вам скажу. Я пью соки. Я очень люблю черный чай. И пью, и все сладкое, все подслащенное. И могу выпить кофе 2-3 чашки. Ну, 3 это уже много, но вот 2 капучино прям такое, кофе с молоком и с сахаром. И это меня держит. То есть я весь день, в принципе, чувствую себя гармонично. В этот день я могу почитать, я могу провести велопрогулку, я могу пойти в парк, но из-за того, что вы много пьете, в парке будет некомфортно, потому что постоянно нужно будет искать комнату счастья. Поэтому можно это делать все недалеко от дома, ну, либо от комнаты счастья, если она есть в доступе. Часто я хожу на духовные какие-то практики, семинары, если они попадают в эти дни. Если у вас не получается выполнять голодание прям 36 часов, сделайте хотя бы 3-4 часа. Это и то лучше, чем ничего. И прям посвятите эту свою аскезу чему-то, где вопрос не разрешается, где энергии стоят, чтобы пробить вот этот блок. Понятно? Если это понятно, поставьте мне какой-нибудь смайлик, чтобы мы могли продвинуться дальше. Еще есть такой облегченный, облегченная версия вот этого голодания, когда вы исключаете зернобобовые и мясо. То есть некоторые могут сидеть на рыбе, на курице, на белом мясе. Когда мы исключаем и это тоже, и едим, предположим, тушеные овощи. Вижу, спасибо, девочки. Спасибо, все вижу. Знаете, меня недавно научили, если вторая рука занята, как сделать сердечко. Сейчас, вот. Одной рукой. Круто, да? Кто знал? Кто знал? Напишите я, кто знал. Вот, сердечко одной рукой. То есть, если две руки заняты, одна снимает, допустим, от тебя хочется сердечко, то можно сделать вот так, вот. Круто, да? Так, это я сказала. Соки, отвары, чаи, бульоны, смузи. Зернобобовые. И это такой детокс многоуровневый. То есть мы очищаем не только тело. Обязательно это нужно помнить, что мы сбрасываем лишнее, набирая высоту. Понимаете? Мы сбрасываем с себя груз отягощения нашего тела, чтобы набрать высоту. Накануне желательно не наедаться. Как мы выходим из этого поста? С утра. Да, дорогая, ну, у вас тоже, я вижу, по аватарке, ты в хиджабе, да? У вас тоже на Рамадан примерно такая же история. Только вы на ночь наедаетесь, капец как. Здесь не рекомендуется наедаться, но мы выходим по факту из Экадыши на следующий день с утра. Хорошо сделать себе стакан с утра, как правильно выйти? Стакан теплый такой, не горячий, не кипятковый, такой, ну, где-то градусов 70 воды. Туда щепоточку соли и чуть-чуть выжать лимона. Для чего? Это даст очищение и погружение внутрь вашего тела. Вот это уберет дополнительные шлаки и токсины. Присоединилась Соня Нестеренко. Я начала сегодня эфир с того, что мы с тобой утвердили сегодня 8 масок. Ну, мы с тобой. Ты умная, а я красивая. Сегодня утвердили 8 масок, которые нас ждали полгода, наверное. Я тебе очень благодарна. Вот кому нужны масочки, кто хочет заказать самые крутые маски в Инстаграме, это к Соне Нестеренко. Вот сюда, вот сюда. Да, еще расскажу в сторис про нашу работу, вообще колоссальную работу. За полгода все сделали, за один день прям мощно. Так вот, девочки, на этом этапе, есть ли у вас вопросы, все ли понятно. С утра мы пьем стакан такой горяченькой, да, не кипяток, горячей воды, чуть-чуть лимон, щепоточка соли для очищения. У нас в этот день выделяются шлаки, токсины. Мы фактически поднимаем уровень своих вибраций до высочайшего уровня, к которому мы раньше дотронуться не могли, потому что еда нас очень сильно заземляет, и появляется яснознание, яснознание, осознанность, когда я ясно знаю. Понятно? Угу. Вопросы есть на этом этапе. И у нас очищаются духовный, эмоциональный, физический, умственный, моральный и энергетический уровни. То есть это такая многоуровневая чистка. В этот день хорошо читать книжки, смотреть какие-то духовные пищи, выходить в парк, общаться с природой, питаться солнцем, сидеть на земле, чтобы копчиком дышать из земли, из ядра земли. На природе, когда мы у нас тоже энергообмен с вибрациями земли, да, то есть мы погружаемся в это пространство и становимся единым целым. Это очень большая, мощная подпитка. И самое главное, сбрасывая в этот день лишний вес, лишние эмоции, лишние установки, осуществляя детокс, сбрасывая лишнее, мы набираем высоту. Вот это главная, главная информация на детокс, голодание, эко-даши. В любые дни, делаете ли вы это служение Сатурну по субботам, либо вы соблюдаете эко-даши, либо это какой-то религиозный пост. Главное, что мы сбрасываем лишнее, набирая высоту. Да, я хотела написать, что у нас есть пост, ночью наедаемся, но все равно хорошо скидываем вес. Да, потому что то, что вы ночью съедаете, не набирает такой колораж, который бы вы ели на протяжении дня. Поэтому по калориям, да, вы сбрасываете. У меня бывают дни, когда я просто не хочу есть и не ем. Это тоже подпитка энергии. Конечно, это у тебя интуитивно идет твое тело, само тебе подсказывает. Твой организм очень умный, он сам тебе говорит, сегодня я отдыхаю, сегодня у меня детокс. Очень, вообще, это вообще, мне кажется, наилучший вариант, когда тело само подсказывает, когда нужно, когда не нужно. И, знаешь, у тебя это происходит легко, потому что это не принудительно, потому что и кадыши, а добровольно, из-за того, что тело так решило. Это, кстати, намного круче, это прямо, мне кажется, очень высокий уровень, очень. Дальше. Постарайтесь в эти дни не быть в гаджетах, но это мало возможно, но все равно, даже если вы в гаджете, в гаджете почистите его, уберите лишние приложения, лишние контакты, лишние фотографии, видео. В общем, максимальное очищение себя, пространства и всего, что вокруг. Можно, кстати, заняться выкидыванием старых вещей. Ну, не выкидыванием, а я их вожу либо в синагогу, либо в церковь, либо вниз у нас в подъезд спускаю, то есть не выкидыванием, а передачей вещей кому-то, кому они нужнее. Про духовные практики сказала, можно молиться в этот день. Зачем? Чтобы нам духовной пищей питаться, чтобы не было потребности постоянно что-то жрать, жрать, поглощать. Мы вроде поглощая духовную пищу, не так сильно сконцентрированы на пище телесной. Да, легко. Да. Да, на этом этапе есть вопросы, дорогие мои, есть ли у вас вопросы на этом этапе. Кстати, три моих предыдущих прямых эфира хранятся на канале IGTV. Это вот такая иконочка, кстати, рядом с масочкой. Там, где иконочка с масочкой, там есть иконочка IGTV. Вот на нем все три прямых эфира, потому что вторую часть я в самой ленте, я не сохранила. Вторая часть с проработкой, с практикой, у меня находится вот в канале IGTV, либо на моем канале в YouTube. Так, ну, вы поняли, дома мы не сидим, максимально в этот день мы отвлекаемся. Про выход я сказала, вода с соком, с солью сказала, можно потом запить просто обычной водой. Еще что, что я наблюдаю, пропадает сыпь с лица, аллергические реакции, то есть лицо чистится, происходит омоложение, просто на глазах. Я это могу подтвердить, 100% у тебя прям цвет кожи меняется. То есть настолько организм чувствует на себе вот эти приятные перемены, что он благодарно реагирует на такую чистку. Организм, он не обижается. Но опять же, если мы делаем это с любовью к себе, не с насилием, не издеваемся над собой, то есть тело сопротивляется, говорит, нет, не хочу, я вот ты вот там давай все там, уже она лежит от голода, в оморок, а в омороке, а все равно там. Нет, нет, без насилия, с любовью к себе, с большим уважением к своему телу, к тому опыту, который оно уже пережило, потому что наше тело подвергается очень большим трудностям, и ему предстоит действительно много пережить и проработать. И если ваше тело не готово, не нужно его насиловать, не нужно издеваться над своим организмом. Только добровольно, только из любви, только из уважения к себе и к своему телу. Это очень-очень важный момент. Ну и плюс повышается иммунитет. Помимо того, что уходит лишний вес, лишние килограммы, лишние объемы, иммунитет тоже повышается. Иммунитет повышается в тот момент, когда резервы организма на пределе, а когда мы голодаем, они на пределе, и иммунитет начинает выделять большое количество иммуномодуляторов, для того, чтобы тело само сопротивлялось и справлялось с негативными факторами, которые пришли. Ну а голод для организма, конечно, это негативный фактор, потому что это стресс. Как любой стресс, важно правильно войти и важно правильно выйти. И девочкам, мужчинам, да, а девочкам жесткий детокс не подходит. Я, кстати, буду рассказывать об этом на своем тренинге, который у нас стартует в полнолуние. Тренинг, вы знаете, мне он пришел буквально за полтора часа, его написала за пару дней. Тренинг не просто о трансформации, а проработке своего внутреннего ребенка, отношений с родителями и карма, травма, травма жертвы и травма агрессора. И благодаря этому вот эта семейная карма улучшается, то есть мы гармонизируем и себя, и отношения с родителями, и внутреннего ребенка, и вот эти детские травмы. И выходим уже, конечно, облегченные, освобожденные на новый уровень сознания развития. Записывайтесь на тренинг, кто еще не успел, кто не записался. Это правда будет мощно в течение недели. Мы не будем на месяц, на два уходить. Неделя. Неделя мощной работы и едем дальше. Еще что по поводу голодания я вам хотела сказать. У нас вот это голодание должно происходить из любви к себе бережно, очень аккуратно, спокойно, без насилия. Это очень важно, потому что у девочек не должно быть жесткого контроля. у нас все мягко, у нас все очень бережно, очень аккуратно, не из злости к себе, не из чувства вины, не так, что ой, не получилось, я на себя злюсь. Ни в коем случае не то, что не получилось. Один час получился, прекрасно. А может быть, кому-то это вообще не нужно, может быть, для кого-то это лишнее, это вам не нужно. Я вот жила там 35 лет, сколько там, 32 года, жила и не тужила. Потом мне сказал, астролог Брахма, он мне сказал, что тебе нужно, чтобы гармонизировать Сатурн. Кстати, вопрос был, я судилась с первым мужем, это длилось все три с половиной года, и я к нему пришла с вопросом, как мне гармонизировать, как убрать вот эти судебные тяжбы, я уже просто не могу. Я ездила в суды по два раза в неделю, и сидела там по три-четыре часа, потому что там то задержки, то что-то, то процесс, то перенесли, ну в общем. Я ему говорю, как мне убрать эти суды. Он мне говорит, ты убрать не можешь, это твоя карма, но облегчить ты можешь. За суды отвечает Сатурн. Сатурн нас часто проверяет, провоцирует, испытывает и наказывает, если мы испытания не проходим. И если ты хочешь гармонизировать, гармонизировать и ублажить свой Сатурн, держи посты по субботам. Еще он мне сказал кормить черных собак и черных псит по субботам, но я это почему-то сейчас уже не делаю, не знаю. У меня всегда был корм для собак и корм для птиц, и я как-то уличных кормила. Сейчас этого почему-то не делаю, может и надо делать. Но посты я держала. Он разрешил держать вот так питьевые, то есть не твердый аскеза, сухой голод, это тяжело. Ну не знаю, сработало или нет, но суды закончились, слава богу. Не очень весело, но закончились. Дальше. Что в эти дни очень важно делать? Это я вам сказала, что мы это делаем для состояния плюс, а не для состояния минус. Мы это делаем для улучшения. И если у нас хоть чуть-чуть получилось, скажите себе, это лучше, чем ничего. Вы уже молодцы на этом этапе. И в этот день всегда, при любых условиях, хоть вы два часа поголодали, хоть вы 36 часов выдержали, введите дневник благодарности. Благодарность с одной стороны, а дневник успеха с другой стороны. Это тоже вам даст такую практику любви к себе, практику осознания себя, практику увеличения своей энергии, своего внутреннего ресурса и потенциала. Вы все знаете, когда мы благо дарим, мы благо получаем. А в этот день, когда мы практикуем осознанное голодание, благо дарения и ценность своих успехов будут гораздо мощнее, чем это происходит в обычные дни, потому что все рецепторы чувств обостренные. Пересмотрите три последних эфира. Я там дала как раз практики. У нас там и практика с родителями, с папой, с мамой. У нас практика с супругом, практика с потерей вкуса жизни. Там прям есть очень хорошие прямые эфиры, касаемые технической стороны психологического аспекта. Кто не видел, просмотрите на IGTV, хранится. И помните про благодарность и дневник успеха. С одной стороны, дневник благодарности, с другой успеха. Вы можете благодарить абсолютно за все, даже за то, что вы помыли посуду и помыли голову, и вышли на прогулку, и купили себе фрукты вместо килограмма мяса, неважно. Но благодарить себя за каждую долю секунды, просто за каждый вдох. Благо дарения дает благо получения. Понятно, да? Понятно вам, дорогие мои? Понятно? Едем дальше. Еще очень важный момент голодания это победа над своими страхами. Победа над страхами. Мы не просто побеждаем себя, это не просто победа над собой, над своим телом, это победа над страхами, потому что мы ставим потребности души выше потребности тела. И у нас, как я сказала вначале, рвутся шаблоны, они рвутся, кармические узлы, вот эти вот завязки, которые нам пришли по генетической памяти с предков нашего рода, что голод – это страшно, что если будет голод, я умру. Страх голода, он нас заставляет поедать все подряд, на всякий случай, вдруг война. И мы рвем этот кармический узел тем, что мы сутки не едим и, оказывается, с голоду не умираем. А что, так можно было, правда? И мы реально не умерли, и это действительно так. И создается новая нейронная связь головного мозга о том, что, оказывается, иногда не есть. Это полезно, и это приносит хорошие результаты. Но, опять же, кто вот только присоединился, помните о том, что мы из голода выходим тоже очень аккуратно, пьем воду, горячую воду, чуть-чуть лимонной кислоты, чуть-чуть соли, щепоточку для очищения, и в голод входим тоже аккуратно, не наедаемся за день, до не переедаем, чтобы нам было легче на следующий день. То есть это состояние такой легкости, воздушное, состояние полета, состояние освобождения. Это на самом деле очень приятное состояние, очень. Такой легкой пустоты внутри, когда ты вроде бы понимаешь, что ничего страшного не происходит, а с другой стороны у тебя есть какой-то дефицит, какое-то недосостояние. И вот в это недо ты можешь еще больше расширить свое сознание, еще больше расширить свое мышление, свое понимание, свое ощущение этой жизни. И голодание раскручивает первую чакру. То есть первый энергетический центр, отвечающий за материализацию, за изобилие, за твердость стояния на земле, то есть твердо стоять ногами на земле. Первый энергетический центр закручивается. Это служение, и первые чакры тоже. И если у вас в эти дни Экадыши нашествие Красной Армии, вы поняли, да, о чем я говорю, алая волна, то почувствуйте, готовы ли вы в этот день не есть, потому что многих эмоционально кроет, прям ПМС просто перекрывает. И, может быть, вам не стоит усугублять это голоданием. Всегда слушайте себя. Кто бы что вам не говорил, но вы примеряйте это на себя, чтобы ваша душа отзывчиво отнеслась к тому, что вы хотите с ней сделать. И в этот день хорошо зажигать свечи, включать благовоние, аромопалочки, и носить светлую одежду. Если есть белые одеяния, носите белое и белье, и платье. Если нет, можно бежевое, лимонного цвета, пастельные тона. Это тоже очищение на внешнем уровне и служение и Сатурну, и лунным циклом, про которые я сегодня говорила. Есть ли у вас вопросы на этом этапе? Если кто-то хочет разбор, у нас еще есть целых полчаса. Я могу взять кого-то на разбор. Если у кого-то есть потребность и запрос, еще я вам, пока вы думаете, дам подсказку, какие шаги лично я делаю, чтобы сбросить лишние килограммы. Во-первых, я веду приложение Fat Secret. Что мне дает это приложение? У меня четко появилась структура тех продуктов пищевых, которые я ем. Я прям стала четко понимать, что огурец это 20 калорий, а печенье это 400 калорий. И тут стоит разница прям в 20 огурцов или одного печенья. Ну, я утрирую, да? И так же, как мы ведем учет финансов, и это структурирует наше понимание финансового аспекта, так и здесь. Учет калорий. Если есть какие-то процедуры с телом, это либо спа, либо массаж, либо пробежки, либо фитнес, неважно, что угодно, зарядка, может быть, кто-то делает динамичные медитации, у Оша есть эти медитации. Подскажите, какой день? Извините, присоединилась позже. День Экадаши, это 11-й лунный день после новолуния, после полнолуния. Есть приложение и в айфоне, ну, в плей-маркете, я не знаю, либо можно в интернете посмотреть. Это два, в основном два, но иногда и три дня в месяц, когда можно официально голодать. Дальше. Мы разрывали в каком-то прямом эфире связи, да, салфеткой. Кто был на этом эфире, помните. Также можно разорвать нейронные связи со своим лишним весом, с лишними килограммами, но написать обязательно, что в теле, сброс, сбрасываю лишние килограммы в теле. Можете найти эту практику, по-моему, 4 эфира назад она была, где мы обрывали связи. Очень хорошая практика у нас получилась. Так, как это убрать, господи, как это убрать? Вот. Да, очень хорошая практика получилась. Я была, да, Лейсан, я помню. Если кому-то важно, вы можете просто продублировать и проделать ее еще раз. Так. Это я смотрю в свой список, вот у меня на айпаде список, что еще я вам не сказала, план, что еще я вам генуборка сказала, детокс пространство. Да, в этот день я сказала, что слушать свои потребности. Хочется танцевать, танцуйте. Дело в том, что танцы тоже раскачивают энергию в организме, потому что когда мы танцуем, у нас внутри совершенно другие энергии начинают циркулировать, и они поднимаются в голову. То есть не с головы вниз, а наоборот снизу в голову. Это тоже очень хорошая стимуляция клеточек головного мозга. Благодарю. Я вас благодарю, мои дорогие. Спасибо, что вы со мной слушаете меня и фоловите меня, следуете за мной. Потом пропишите дневник благодарности и дневник успехов с двух сторон. Обязательно прям делайте эту практику каждый день. Так, Экадаши. А, и вот еще один момент очень важный. В субботу, ну и вообще в Экадаши и в субботу Сатурна обильное питье и мантры можно слушать. Мантры, какие-нибудь мантры там на привлечение любимого, на увеличение денег, на гармонизацию Сатурна, на увеличение сексуальности. То есть какой аспект на защиту можно послушать, какой аспект жизни вам нужно балансировать. Вот в этом направлении и слушайте мантры. на заставку поставьте, на заставку в телефоне поставьте картинку, где вы себе нравитесь, где вы такая, как вы бы хотели себя видеть. Можно с короной. Можно еще в баню, кстати, походить. Вот баня, ходьба, бег, это тоже очень хорошие такие, ну, не тяжелые, да, или быстрая ходьба, не тяжелые, но приятные, очень приятные процедуры для нашего тела. Дорогие, привет, привет, мы уже заканчиваем. У меня все, если у вас вопросы на эту тему, хотелось бы вам еще что-то обсудить, приходите все на мой тренинг, он будет правда очень мощный, очень глубинный, мы затронем аспекты подсознательной системы, мы затронем аспекты родовой системы, мы прокачаем отношения рода, мы от своего, как я вам всегда рассказываю, от своего родового древа к своим корням, мы дадим подпитку, мы развернемся, мы посмотрим, на каком месте стоим мы, на каком месте мама с папой, где бабушка с дедушкой, как это все происходит, как мы можем от рода, род это корни, как мы от рода можем брать подпитку себе, наш настоящий момент, как мы можем с мужчиной гармонично взаимодействовать, как сделать себя цельной, чтобы гармонично взаимодействовать с мужчиной, чтобы мы были две птицы с двумя крыльями, и как это все внедрить в свою новую счастливую реальность. На самом деле будет очень много практик, будет три вебинара, где я дам зачитку на подсознание, которое будет исцелять ваши травмы, нанесенные вам в детстве. У нас будет проработка родителей и папы, и мамы, проработка себя и своего внутреннего ребенка, затем мы сделаем сепарацию, мы развернемся в сторону своего родового древа, мы попробуем позволить себе жить своей самостоятельной жизнью, построить себе здоровый ствол, здоровое древо с кроной, с плодами, и поставим каждого члена семьи в роду на свое законное место, потому что если эти места перепутаны, а они у большинства из нас перепутаны, мы не можем найти себе место в этой жизни, мы так и ходим хаотично и ищем себя, кто где, кто с какой стороны, поэтому это очень важные проработки, очень важный тренинг, я могу сказать, что из четырех моих тренингов это, наверное, самый мощный, потому что я прям собрала много всего, и родители будут, и внутренний ребенок будет, и детские психологические травмы будут, и мы все это соединим воедино и попробуем внедрить свой настоящий момент, этот тренинг даст в результате освобождения, облегчения и места для своей новой счастливой реальности, потому что когда мы не на своем месте, и мы перепутали, у нас и мужчина не на своем месте, он перепутанный, он либо замещает нам сына, либо замещает отца, либо мы ему замещаем мать, и в этот момент все должны быть на своем месте, и мы должны энергию брать от старших к младшим, так устроена родовая система, но часто мы путаем, и мы служим родителями своим родителям, и тогда мы уже не на своем месте, а мы, если мы родители родителям, то мы уже бабушки с дедушками, и наше место отсюда переходит сюда, и тогда не получается, потому что энергия идет вспять, а энергия должна идти от корней к древу, от старших к младшим, снизу вверх к стволу, от корней к древу, к стволу, и тогда ствол растет здоровый, крона здоровая, плоды здоровые, у меня точно перепутаны, у многих, у меня были перепутаны, у многих, я часто с этим сталкивалась, и поэтому решила именно в тренинг внедрить, у многих эта тема есть, как понять, что молодой человек не стоит на своем месте, дело в том, что тут важно, чтобы ты стояла на своем месте, потому что когда ты на своем месте, у тебя мужчина притягивается, он тебя отзеркаливает, он притягивается на твое внутреннее состояние, то есть если твое внутреннее состояние дисгармонично, то мужчина отражает, отзеркаливает тебя, и тебе просто отбрасывает в обратку твои же травмы, чтобы ты проработала что-то, что ты не проработала с родителями, либо куда-нибудь туда дальше, и мужчина тебе просто дан для того, чтобы завершить отношения вот здесь, либо еще какой-то аспект проработать, как только ты себя прокачиваешь и становишься на свое место, у тебя автоматически мужчина становится на своем месте, и даже если ты уже замужем 28 лет, то у тебя мужчина на твоих вибрациях также поднимается и разворачивается в сторону своего древа, своего стола, не в сторону рода, то есть он не смотрит лицом в прошлое, он смотрит лицом в свое будущее, вот такая вот правильная иерархия, я так чувствую, но может не права, но мы с тобой это обсуждали на прошлом эфире, поэтому да, так и есть, это очень интересная тема, я вас всех приглашаю на свой тренинг, он будет мощный, вся информация по тренингу в последнем моем посте, посмотрите, ознакомьтесь, примите правильное решение, я вас всех жду, добро пожаловать, я буду с вами 24 на 7, у нас будет отдельный чат, заботы, и у каждого будет возможность прокачать именно свой ресурс, именно в своем аспекте, именно в своем направлении, я буду с вами и на открытых вебинарах, и буду с вами в чате, буду давать вам задания для самостоятельной проработки в аудио формате, в видео формате, я думаю, будет мощно, я уверена, что это будет квантовый скачок и в вашем сознании, и в вашем подсознании, и в вашем поведении, благодарю за эфир, спасибо за эфир, благодарю вас за эфир, обожаю вас, спасибо, дорогая, это очень взаимно, я вас очень сильно люблю, девочки, я вас благодарю за то, что вы были со мной сегодня, приходите завтра на прямой эфир, я надеюсь, я успею его провести, завтра я учебу, наверное, прогуляю, но посмотрим, я вас обнимаю солнцем, грею своей любовью, приходите на мой тренинг, не упускайте этой возможности, потому что нет лучшего дня для старта своего счастья, чем сегодня, благодарю, благодарю вас, дорогие мои, оставляйте комментарии, пожалуйста, и под этим видео, прямым эфиром, и под тремя предыдущими, это очень важно для меня, чтобы инстаграм и его алгоритмы показывали вам меня почаще, пока!